Блогер Игорь Кондратьев напоминает, что на днях исполнилось ровно два года и два месяца, как у жилого массива Новая Самара в Красноглинском районе была заложена капсула в фундамент Ледового дворца спорта. С тех пор, пишет автор, реального движения по строительству объекта не произошло. Одни обещания, что вот-вот начнут строить. Ну а самарским хоккеистам-любителям просто-напросто негде играть в хоккей. Это в городе-миллионнике, резюмирует автор. Блогер Максон поделился с ЖЖ общественностью великолепными фотографиями вечерней Самары. Именно в это время унылые коробки безликих серых домов раскрашиваются многочисленными огнями, пишет автор. Ночь одевает город в праздничные наряды и, как правильно подобранный костюм, скрывает в темноте недостатки. Так как Самара стала одним из городов, в которых пройдут матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году, было бы не лишним обратить внимание и на состояние уличного освещения. Согласитесь, обидно, что с наступлением вечера вся эта красота проваливается в темноту, заключает Максон. Ну а блогер Илья Круговой выдал, чем иногда занимаются депутаты Самарской гордумы. На днях, пишет автор, мне довелось наблюдать на слушаниях бюджета за сосредоточенными лицами парламентариев. Я было подумал, что они усиленно крутят в голове цифры и, может быть, даже рисуют кривую роста бюджетного профицита. Но все это не так. Оказалось, что одного из депутатов в его кошмарах преследуют трехухие инопланетяне, а другой еще не отошел от паровозиков. Одним из первых прокомментировал пост депутата этой же гордумы. Вот такое оно, всевидящее око журналиста, написал он.